это пульс дня по скриптум здесь мы рассказываем вам о том о чем не успели рассказать нашем большом выпуске отсутствие желания заниматься привычной деятельностью плохое настроение апатия недовольство собой своей профессией так обычно проявляется эмоциональное выгорание человек может достаточно остро реагировать на то что ранее его не задевала испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска что делать если проблема накрыла с головой попробуем разобраться эмоциональное выгорание это физическое и эмоциональное истощение организма когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности хочется все бросить на все плюнуть и уволиться потому что энергия и ресурсы на нуле с подобным состоянием сталкиваются многие люди поэтому это явление стало чуть ли не массовым на это есть ряд причин и пандемия одна из них многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы главное понять что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы есть три варианта деятельность в офисе пресловутая удаленка или гибридная форма то бишь смешанная частая причина эмоционального выгорания отношений между коллегами если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги работать становится максимально сложно на фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление вы будете стараться сдерживать себя не делиться мыслями идеями боятся предложить варианты выполнения работы это приводит к истощению и неудовлетворенности в мае 2019 года всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания его определяют как чувство истощения энергии увеличение умственной дистанции от работы циничное или негативное отношение к работе а также падение профессиональной производительности первым термин эмоциональное выгорание от слова burn out вел психиатр герберт фрейденбергер в 74 году одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является кристина маслах профессор психологии калифорнийского университета в беркли по классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений к слову эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор синдром определяет как феномен вызванный длительным стрессом это фактор который может влиять на развитие заболевания но самым не является общественные опросы показывают что выгорание беспокоятся и работодатели и сотрудники по данным исследования 23 процента трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно опрос руководителей кадровых служб hr 2017 показал что так называемые эйчары называют выгорание эпидемии или кризисом который имеет массовое значение но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома а те кто поддерживает идею указывает на растущее количество эмоциональных расстройств которым относят и эмоциональное выгорание сторонники существования синдрома считают что современный мир неизбежно создает условия для выгорания офисные работники проводят за экраном по 8 10 часов в день люди меньше общаются лично пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами поток поступающей информации постоянно растет человеку трудно справляться с таким давлением выгорание естественные последствия этого говорят эксперты есть внешние и внутренние факторы которые могут привести к выгоранию например условия работы относятся к внешним внутренние факторы это установки модели поведения черты характера и убеждения которыми человек руководствуется своих решениях внешние условия могут повлиять когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека с одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса, с другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку, он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состояние выгорания он входит плавно, по своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. Я не справляюсь, у меня не получится из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможно. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаем вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше пяти пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать, хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь, вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом, например, солнечное фото на природе и надпись «Сегодня написала 10 страниц своей будущей книги». И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существуют. Подверженными выгоранию в нулевые считались, в первую очередь, работники, много взаимодействующие с другими людьми – учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радиотелевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга от дела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметным. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать части обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова